Сегодня пятница, 5 октября 2018 года. Это собрание анонимных компульсивных передач. И сегодня у нас спикерская. И потом мы немного почитаем книгу. Большую книгу анонимных алкоголиков. Давайте помолчим и помедитируем и пригласим Бога на нашу встречу. Затем скажем молитву о душевном покое. Молитва. Боже, дай мне разум, душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Из предисловий к первому изданию. Мы члены содружества анонимных алкоголиков. Это более 100 мужчин и женщин, которые выздоровели, попав в казалось безнадежное состояние мышления тела. Сейчас я буду заменять слово алкоголь на компульсивное переедание. Главная цель этой книги – показать другим компульсивным переедающим, как именно мы выздоровели. Мы думаем, что эти страницы... Мы надеемся, что эти страницы покажутся им столь убедительными, что не потребуется никаких дополнительных свидетельств. Мы думаем, что этот рассказ о нашем жизненном опыте поможет каждому лучше понять компульсивного переедающего. Многие не осознают, что переедающий – очень больной человек. И кроме того, мы уверены, что наш образ жизни подходит всем, и каждый может извлечь из него свои преимущества. Меня зовут Татьяна Темпла, я выздоровевшая компульсивная передача. Я буду вашей ведущей на сегодня, но не спикером. А, вот. Добро пожаловать на изучение... Точнее, так. Окей, это наша стандартная преамбула. Добро пожаловать на изучение большой книги АА для компульсивных переедающих. Это собрание происходит каждый вторник в 18.00, в четверг и воскресенье в 9.00 по Москве, и в пятницу в 19.00. Это открытое собрание. Мы приглашаем всех, у кого есть интерес к компульсивному поведению с едой и к нашей программе выздоровления. Вам не нужно представляться или говорить о причине, которая привела вас сюда, если не желаете. Ваша анонимность будет сохранена. Мы просим вас, чтобы вы сохранили нашу. Хотя это открытая встреча, членство в анонимных компульсивных переедающих и в этой группе, только для тех, у кого есть серьезная проблема с едой и кто хочет перестать компульсивно есть навсегда. Есть много других сообществ, которые работают над другими проблемами, помимо компульсивного переедания. Мы будем рады помочь вам найти нужную помощь. Сегодня у нас спикерская. Мне интересно, Таня есть у нас или нет в онлайне? Здесь. Если меня слышно, очень круто. Здесь. А, да, слышно. Слышно? Я имею в виду спикер наш, Таня. Я здесь. А, окей. Просто немного я тебя не узнала. Окей. Хорошо. Ну, в общем, формат у нас такой. Мы будем сначала будет спикер поделиться своей историей выздоровления. Татьяна сегодня будет рассказывать. Это будет примерно минут 35-40. Ну, как пойдет. А потом мы пригласим новичков, и потом мы почитаем книгу. То есть Таня сначала выберет свой любимый абзац, и мы его обсудим. И дальше, может быть, какой-то другой еще абзац обсудим, как пойдет. Тогда микрофон тебе, Таня. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Таня. Мне 28 лет. И я 8 лет болела булимией. Так, я хочу начать с детства, потому что, мне кажется, оттуда ноги растут. Меня в детстве очень сильно все любили, и все всегда доставалось мне. И внимание, и забота, и любовь, и игрушки, сладости. Абсолютно все мне. Когда мне было 6 лет, мама с папой развелись, и я никогда не чувствовала недостатка от сосковой заботы или внимания. У меня мама была и мама, и папа. И когда мама встретила другого мужчину, она выходит замуж и рожает еще одного ребенка. И, конечно, меня тогда просто никто не подготовил, что с приходом маленького ребенка все внимание нужно будет больше ей уделять. Я для себя поняла, что это как будто бы все происходит из-за того, что, видимо, я недостаточно хорошая или недостаточно умная, поэтому мама на меня меньше времени тратит. И где-то еще год я прожила в такой обстановке, и совершила тогда вот самый, наверное, эгоистичный поступок в моей жизни. Мне было 10 лет. Я собрала вещи, собрала свои документы и учебники и уложила жить к бабушке. Я снова купалась в любви, и снова все внимание было мне уделено. Когда мне было 17, моей бабушке не стало, я на нее перенесла всю любовь, которую я должна испытывать к маме. И когда ее не стало, для меня это просто был какой-то сокрушительный удар. Меня это выбило почву из-под ног. У меня, да, я начала, вот после этого я начала заедать свои проблемы. Я видела выход в еде. Вот. Когда мне исполнилось 18 лет, я уехала жить в другой город к двоюродной сестре. А у нее была уже очень давно булимия и алкоголь, зависимость алкогольная. Вот. Я не скажу, конечно, что я от нее узнала про эту пищевую зависимость, я и по ТВ слышала. Она не виновата в том, что я так и стала. Это не так и стала. Вот. Вот. Потом я где-то через год... У нас просто в группе очень всегда высмеивали полных девочек. Хотя мне никто никогда не делал никаких замечаний по поводу моей внешности. Каждую шутку, сказанную другой полной девочке, я воспринимала как обиду на себя. И я решила, что мне стоит попробовать сесть на диету. Я очень сильно вдарилась в нашу религию, в христианство. Я ходила часто в церковь и решила, что я буду поститься. Вот 40 дней я строго просидела на овощах, на бульонах, на кашах. Я очень много сбросила. Мне девочка в группе сделала замечание. Таня, ты похудела? Я говорю, о, да. Да, я считала, что я выгляжу лучше. Я была такая счастливая. Где-то еще месяца три, наверное, я была веганом. Потом я вернулась. Я была уже дома на летних каникулах. У нас было какое-то застолье, я не помню. Я убирала со стола. И вот передо мной стоит тарелка с колбасой. Я думаю, дай-ка я попробую. Я вообще помню или нет, какая она на вкус. Я откусила вот прям маленький кусочек, и все. Меня понесло. Я съела все, что было на этой тарелке, на соседних тарелках. Я поняла, что это стоп. Что сейчас произошло? Я же поправлюсь. Я вспомнила, что есть такой способ, как можно побежать и вызвать работу в туалете. Я прям вот сразу же после стола убежала. И я подумала, вау, вот это крутой, офигенный способ, которым я буду всегда пользоваться. Я могу жрать и не толстеть. Вот. И все начиналось действительно прям легко и как игра. И я не заметила, как я в это втянулась. Я стала прибегать к этому чаще и чаще. Если это раньше было там раз в месяц, может, даже еще реже, то в последующем это перешло и раз в день, и несколько раз в день. И прошло уже, наверное, года 2-3. Я поняла, что я абсолютно не хочу больше у себя врывать. Я хочу быть такая же, как и раньше. Просто поела и забыла о еде. Мои мысли всегда крутились вокруг еды. Я просыпалась с мыслью о еде. Я думала всегда, вот, планировала свой день именно так. Я должна сейчас пойти в магазин, закупиться, что я приготовлю, что я съем на ужин и на следующий день. И вот все было всегда вокруг, все связано с едой. Вот. И я сидела то на одной диете, то на другой диете, доводила себя до истощения. И я переходила, было такое время, что я переходила просто, ела одни химические витамины. Что я только вот не пробовала. И есть только здоровую пищу, и жидкую. И не есть весь день, есть только ночью. И загоняла себя спортом. И использовала какие-то медитации. И даже делала так. Я жевала еду и просто выплевывала. Думала, мне это как-то поможет. У меня абсолютно никакой метод не срабатывал. И я поняла, что, по-моему, хватит. Вот я приняла прям грандиозное такое в своей жизни решение, что я больше не подойду к холодильнику с целью обожраться. И где-то через часа два, наверное, я уже забыла, что я приняла это решение. Подошла к холодильнику и сметала просто все, что находилось на полках. Я пришла в такой дикий ужас. Мне было страшно. Я была в отчаянии. Я не знала, как это все произошло. Ведь я была твердо убеждена, что я больше не подойду к холодильнику. Я сползла по холодильнику вниз, начала рыдать. Я не знала, куда пойти. Я была в отчаянии. У меня был молодой человек, с кем у меня уже продолжительные были отношения. Уже, наверное, лет шесть я уехала в Москву на заработку. Все-таки и периодически возвращалась домой. В Москве я встретила уже другого мужчину. Я думала, это как-то повлияет на мою булимию 100%. Я буду в новых отношениях. Я в другом городе нахожусь. Жизнь новая вокруг. Я о ней забуду. Но не тут-то было. У меня уже начались страшнейшие рецидивы. Я сидела за столом вместе со своим мужчиной. Там поела. Буквально вот только отодвигаю от себя тарелку. И сразу же бегу в ванную. Но даже прибегая к такому методу сразу после приема пищи, я все равно набрала 11 килограмм. Я думала, о господи, как я буду с этим жить целых 11 килограмм. И я решила полистать в интернете, что такое таблиния. Я перелопатила все сайты. И поняла, что это психосоматическое заболевание. Поняла, что мне нужна какая-то литература из психологии. Я перечитала сотню, наверное, книг. И Луиза Хейли из Бурбо, и Свиляши, и Роберт Шварц. И какие-то интуитивные питания применяла. Я стала такая нервная, дерганная. Мне там нужно питаться. Есть такая система питания у Джиллиан Райли. Когда ты подходишь к еде, там, не знаю, периоды, наверное, 4 часа должно пройти между приемами пищи. Вот. Значит, поела я в 12 часов. В 16.00 у меня прием пищи. Меня, наверное, не знаю, даже Ларина бы не остановила. Я летела к холодильнику. Все, меня не отвлекать. Я сейчас ем. У меня Джиллиан Райли. Мама, если мне предложит дополнительно какой-то бутерброд, не знаю, ей скажет, что? У меня Джиллиан Райли, не подойди ко мне. У меня своя система питания. Вот. И я, конечно, сбросила на этом методе. Но я была глубоко несчастная, злая. Со мной невозможно было общаться. Я потеряла контакт с друзьями, с родственниками. Я тоже могла общаться. Потому что, ну как ко мне подойти? Я такая нервная. Я всегда находилась в стрессе. Потом я приехала снова в Москву, к своему мужчине. И с булими у меня были вообще уже серьезные проблемы. Потому что у меня она уже... Я думала так, что она у меня уже приходит в паранойю просто. Мысли меня атаковали каждый день. Как только стоило мне открыть глаза. Я решила поехать в храм Святой Матроны. Я в нее очень сильно верила. Это сильная святая. Я думаю, она мне точно поможет. Ну, я себя считала очень верующим человеком. Если я дважды в год езжу в храм, это значит, что я сто процентов верующим. Вот. Я поехала в храм как в супермаркет. Я подумала, вот сейчас я приеду к Матроне, попрошу у нее здоровья. И она меня вот так, как на кассе пробьет. И скажет, все, иди, Даня, ты здоровая. Я сто процентов была уверена, что я на утро проснусь здоровым человеком. И я просыпаюсь, значит, и проснулась, что такая же Таня Булемич, как и была. Я подумала, черт, не сработало, что делать. Я захожу в контакт, ищу группу с Булемией и пишу просто на стенку. Я так и пишу, девочки, я умираю, мне нужна помощь. А группа какая-то была полуживая. Ну, мне никто из них, наверное, не ответил. Ну, на следующий день я обнаружила вообще тысячу отзывов. Кто писал там, ты просто дура, не ешь. И я думаю, как? Вот как мне просто не есть? Я была как марионетка у еды. У меня уже... Я уже и боялась еды. Я боялась еды. Я прекрасно понимала, что как живое существо я не могу обойтись без еды. Но я ее боялась подойти к ней, просто начать есть, потому что знаю, что будет срыв. Вот. Я была в таком отчаянии. И тут я читаю, мне предлагают с программы «Прямой эфир». Она тогда была с Борисом Корчевниковым. Это было два года назад. Мне предложили бесплатную помощь. Я должна была прийти на передачу и рассказать о своей зависимости. А меня бесплатно вылечит психиатр. Я такая подумала, мужчина, ты вообще нормальный? Я не могу родственникам рассказать, что у меня такая зависимость, мне стыдно. Как я бы на всю Россию заявлю, что у меня проблемы. Я боялась, что я буду идти по улице, она меня будет пикать пальцем. Вон она идет. Булемичка блюет. Вот. И я не хотела, чтобы просто из моей жизни... Вот у меня такая грандиозная проблема, да. Из нее просто шоково-то сделают люди. За ужином пережуют мою проблему и забудут обо мне. Вот. Следующий ответ смотрю. Там написала девочка из института питания РАМ. Она там лечилась, у нее есть там знакомые. Вот. Естественно, я к ней обращаюсь за помощью. И она мне говорит, конечно, я тебе помогу. Вот я вылечилась, у меня было булемии 15 лет. А сейчас я еще и сбросила. Она меня спрашивает, ты хочешь похудеть? Я говорю, это моя главная цель в жизни, ты что? Она мне присылает какие-то супер дебильные тесты. Я их прохожу с целью, чтобы мне поставили диагноз. Хотя я прекрасно знала, какой у меня диагноз. Мне его не нужно было ставить. Я знала, что у меня ни ветрянка, ни кашель. Вот. Где-то дней 10 я томилась в ожидании, какой у меня диагноз. Мне ставят нервные булемии. Ну, спасибо. Все. Я прохожу снова какие-то еще более смешные тесты, чтобы мне назначили лечение. Еще 10 дней в томлении я жду. И тут она мне пишет барабанная дробь. Я думаю, что там? И она мне выдает. Это будут капли зеленина, курсовой прием, где-то месяца 3-4. И будешь мазаться медом. В смысле? Какой мед? Как меня от психосоматического заболевания спасет продукции пчел? Это что вообще такое? Она после такой реакции, конечно же, куда-то пропала. И я думаю, как меня мог спасти мед? Я что, вот им намажусь, лягу на кровать, прилипну и не пойду срываться? Вот. Я, естественно, после этого смотрела еще ответы. Смотрю, у меня смс-ка. Там написано. Девочка писала о 12-шаговой программе. Она из группы АКП. Анонимные компульсивные передающие дала мне ссылку на сайт. Я его пролистала. Посмотрела в контактах девочек. Выбрала одну. Созвонилась с ней. И она мне начала рассказывать о болезни. И вот тогда я первый раз говорила с выздоровевшим булимиком. Я просто плакала. Это было вот настолько мне все близко. Она все говорила о всех моих переживаниях. И я согласилась. Я снова выбираю себе спонсора. Это была женщина в возрасте. Я подумала, ну если она в возрасте, она меня точно вытащит. У нее много опыта. Вот. Но я пришла в программу нечестно. Я пришла в программу не для того, чтобы выздороветь, выжить там. Нет, не за этим. Я пришла, чтобы похудеть. У меня еще были огромные проблемы в личной жизни, потому что я встретила еще одного мужчину. То есть у меня дома был мужчина. И еще там параллельно я отношения разбирала. Я так завралась. Я так погрязла собственные лжи. Мне кажется, на вот этой планете для каждого из миллиарда человек у меня была своя отдельная легенда о жизни. Вот. И значит, я иду по этой программе. Я очень сильно потячу. Я ее выполняю процентов на 30-40. И вот даже выполняя вот эти 30-40 процентов, она в какой-то степени на меня срабатывает. Я меньше вот так бурно реагирую на какие-то моменты в жизни, которые меня раньше раздражали. И я подумала, что вот мне нужно остаться в этой программе. Она мне понравилась, потому что я работала над собой. Я делала четвертый шаг. Просто суперреволюционный для меня. Мне все понравилось. Я захотела остаться. И я никак не понимала, почему она на меня не срабатывает. Я абсолютно забыла, с какой целью я уже пришла. И мне спонсор говорит, а ты спроси у Бога. Спроси у высшей силы, почему у тебя не получается. Я тогда первый раз попробовала с ним поговорить. Он мне быстро ответил. И я получила такой четкий ответ, что я была просто в шоке. Он, я слышу в голове как будто бы голос, мне говорит, что я должна прочитать начало пятой главы из книги. Я читаю, а там говорится о нечестности. Я поняла, ну вот он мой ответ. Я пришла в программу нечестно. Что я хочу? Вот. Значит, естественно, я снова косячу. Я не делаю десятый шаг. Я на остальное на что-то забиваю. И мне звонит спонсор и говорит, по-моему, Таня, ты не готова. Тебе нужно доболеть сначала до этой программы, потому что это последняя инстанция. И я положила трубку. И я подумала, блин, зачем ты меня бросаешь? А я же умираю. Я была на него так зла и обижена. Я не понимала, куда мне идти. Если это была последняя инстанция, то тогда что меня ждет? И у меня всегда был страх перед психиатрическими клиниками. Я всегда их представляла так, что вот такие темные коридоры, и там идут такие люди-зомби в рубашках цветочек, впереди себя капельницу толкают. Я подумала, я туда приду, меня напичкают всякими психотропными, я стану овощем. Но все-таки я больше другого выхода не видела. Я звоню в РХАП Фэмили, он находится в Подмосковье. Я звоню, разговариваю с консультантом. Мы поговорили о моей болезни, и она мне начинает рассказывать про метод лечения. Она мне говорит, вот существует такая 12-шаговая программа. Вы о ней слышали? Мне просто смешно. Я не слышала. Я ее прошла. Я дошла до 11-го шага, и на меня она не сработала. Вот такая пауза повисла. Она говорит, как это не сработало? Я говорю, ну вот, так вот не сработало. Спонсор меня оставляет. Она говорит, ну конечно. Так с вами кто занимался? Специалисты? Я говорю, нет, просто выздоровевший человек. Она говорит, а у нас здесь дипломированные специалисты. Она вам, может быть, даже поможет. Я подумала, вот как это может быть, даже поможет. Она мне назвала какую-то астрономическую сумму, и я поняла, что мне там болеть не по карману. Ну вот, и я принимаю решение, что мне действительно, как говорила спонсор, нужно доболеть сначала. Я увольняюсь со своей работы и еду домой. Я решила, что буду уделять своей вот этой программе максимально свободное время. И после, я приняла это решение в декабре. Я еду домой, отметила Новый год, все новогодние праздники. Отгуляла и звоню, значит, той же самой девочке, с которой я разговаривала. Она согласилась меня вести по шагам. Вот, и вот перед самым вступлением в программу у меня еще была очень жесткая пулемия, и она мне просто атаковала мой мозг. У меня были страшные мысли в голове, я еще искала выход, думала, а может мне броситься под машину, у меня будет амнезия, и я на следующий день стану здоровой. Понимаю абсолютно бредовые идеи. Здоровая часть мозга мне еще говорила, что это просто трэш какой-то. Потом я подумала, по-моему, с меня хватит. И мне моя голова говорит, вот нет тебя, Таня, нет булемии, нет проблемы. И я пошла на улицу, нашла веревку и подумала, я сейчас повешусь просто. А потом я на минуту остановилась, подумала, а как же моя мама, как же все мои родственники, сестры, как вот они это все переживут. И я не хотела бы им доставлять столько боли. Вот, и я возвращаюсь домой, беру снова книгу и читаю. И иду дальше по шагам. Потом четвертый шаг, который снова я уже делала честно. Я выписала абсолютно всех, а выполнила, чтобы работать со своими дефектами. Для меня это, конечно, вообще был просто разворот моих мыслей на 180 градусов. Оказывается, это я была причиной всех бед своих. Потом еще один революционный подход. Это я должна была поверить в силу, которая могу с ней, чем я. Я-то раньше думала, что я верующая, а тут, оказывается, я полностью поняла, что я агностик, я приняла это. Я думала, на меня это как-то не сработает. У меня было свое представление о Боге, как христианство. Мой Бог, Он меня накажет, если я допущу где-то ошибку. Вот так меня учили с детства, что придет судный день, и я за все свои грехи получу сполна. И мне как-то пишет спонсор о том, что какая у тебя вообще концепция Бога. Ведь Бог, Он не такой. Он на самом деле тебя очень любит. И любит тебя просто так, потому что ты есть. И на меня вот эти слова, простые слова, подействовали так сильно. Я задумалась, а ведь действительно, вот Бог, Он не наказывает. Он на самом деле любит своих детей. Он же их создатель. Я просто заплакала. Я поняла, что это вот такой революционный подход. И я была в таком шоке. И я стала думать вот именно в таком ключе о своей высшей силе. Я назвала ее Бог. Просто для меня так было удобно. И вот на самом деле не хочется устанавливать контакт с тем, кому ты испытываешь страх. Я стала работать над этим. Я поняла, что Бог на самом деле, вот как говорилось в одной спикерской, что Он как мама. Он никогда не будет прятаться от своего ребенка. Если вот обратить внимание, как мама играет с малышом, она, например, спрячется за шторку и голосом его оттуда зовет. Или выглядывает. Но чтобы он ее видел. Чтобы он ее смог найти. И вот Бог, Он точно так же. Он никогда не будет от нас прятаться так далеко, чтобы мы не нашли его. Он всегда дает нам возможность, чтобы мы пришли к нему. И Бог, Он как джентльмен, Он не будет сидеть там, где его не ждут. И оставаться там, где его видеть не хотят. Для меня это, конечно, да. Меня это очень сильно поменяло. Мне это проняло. На меня это подействовало. Следующий шаг, который на меня тоже очень сильное впечатление произвел, это был девятый. Я должна была идти к людям и признавать, что я куда-то была неправа. О, Господи! Я подходила к человеку, и хоть у меня была четкая речь, которая знала, что я буду говорить, у меня начинался словесный паралич. Я не могла просто выговорить ни слова. Но вот написав в «Десятом шаге» о своем страхе спонсору, я оставляю это все на воле Бога. И просто иду и делаю действия. Здесь действительно в программе нужно меньше думать и больше делать. И потом я стала применять медитацию. Я раньше никогда этим не занималась. Я считала это глупое занятие просто. А на самом деле я просто не могла даже минуты с собой просидеть. Вот с собой, с самой собой наедине я не могла и просидеть и минуты. Сначала мне давалось это тяжело. Потом я заметила, что мне и пяти минут мало, я могу и полчаса медитировать. И медитация, она мне давала, вернула мне ту самую утраченную силу воли, которую я когда-то обладала, которую я могла применять во всех сферах жизни, и которая у меня вдруг утратилась. И раньше у меня мысли были в голове разбросаны просто как игрушки в детскую. Я не могла собраться, мне было настолько тяжело. Я энергетически столько много сил тратила на эту болезнь, на зависимость, на копание в себе, в жалости, в себелюбии. И поняла, что если вот эту программу принять, она на самом деле несложная. Это просто жизнь верующего человека. Мне было сложно. Почему? Потому что для меня это было всё в новинку, непривычно. А наш мозг, он такой хитрый, что даже если нам очень тяжело, мы стараемся сохранить вот этот баланс в голове, вот это равновесие, в котором мы привыкли жить. А достаточно просто сделать такой пробный шаг. И я раньше никогда не думала, что я смогу говорить о своей зависимости вообще в прошедшем времени. И вообще всегда болезнь наша, это болезнь отрицания и одиночества. А тут оказывается столько людей, которые готовы помочь, которые готовы отозваться. И я в заключении, в принципе, уже заканчиваю. Хочу сказать огромное спасибо Биллу и всем ребятам, которые написали вот эту книгу, что они поделились своей революционной идеей, которая действительно помогает. И что выход есть. И хотела бы огромное спасибо сказать тем, кто приехал на 14 февраля на форум. И всё было очень круто. Спасибо, что вы есть, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо.